Избавиться вот так, распределённо упаковать краску. Потом взять рыжую, которая там. Рыжую. Там же рыженькие, а не коричневенькие. Вот он. Взять на палец и поискать рисунок относительно середин. У нас формат вытянутый, там квадратноватый. Поэтому мы квадратноватый формат добываем вот таким образом, а потом просто продвинем и то и другое. То есть мы должны втиснуться в квадрат, потому что там композиция на квадрат. И начинаешь поиск этих ребят. Относительно середин. Давай. Уже красиво. Может не портить. Обрати внимание, что у него более скомканные. Чуть более скомканные. То есть чуть ниже, чуть ниже. Эта скомка соблюсти её. Возьмёшь голубой, возьмёшь розовый. Возьмёшь голубой, возьмёшь коричневый. И то в пользу одного, то в пользу другого. Начнёшь набирать основные цветики. Прямо пальцем, да? Да. Тут прямо специально для пальца. То же самое и глазики. То же самое и бровочки. Ну, всё то же, что ты делала, только теперь с этим цветиком. Очень хорошо набрала. Идеально. Ну, очень хорошо. Отлично. Значит, у нас с тобой появляется вот такая ещё возможность укладок. Мы видим откровенно белый. Краски у нас на холсте немного. Поэтому всё, что мы раздавливая красочку уложим, будет сразу перебивать то, что там лежало. И ты видишь, очень вкусно перебивать. Если надо, можно вот так подрезать мастихинчиком, добывая элементы рисунка. Получается внизу тёмное, сверху мы укладываем светлую, и как тень получается, да? Да, да, да. То есть, если надо, мы даже можем потом вернуть тенистую. Плотно уложим. Но сейчас я буду укладывать только в свет. Плотно и здесь тоже начнём укладывать. Чтобы это была масляная живопись, нам нужна густота краски в тех местах, где она будет прилично. И ты видишь, появление густоты начинает формировать идею масляной живописи, да? Вот, немножко зайдёшь и сюда с чем-нибудь. Ну, с какими-то проявлениями рисунка. Хорошо, чтоб оно всё-таки? Да. Давай так. Ну, так ухо там тёмное. Чего ты его зашпатлевала? Надо вернуть. Причём вот этот штрихочек, он вполне будет уместен. Он будет как бы художественный характер. Потому что рисунок, человеком исполненный, часто имеет именно штриховательный характер. Поэтому идею штриха, ну, как ты её, собственно, и делала, не игнорируем. Идея штриха нам нужна. Чернявенькие проявления усилить. Потому что с ними как-то всё сразу. То есть вот этот чёрный каркас картины усилить его звучание. И поверх морда также белая. Сейчас, сейчас, иди. Вот. Угу. Вот, допустим, в этом месте идея вот этого ротика. Да, смотри, я сбрил краску и белилами отсёк. Всё. Вернулся. Правильный характер. Очень хорошо, очень хорошо укладывала. Вот такую раздавленную красочку. и потом ещё и кисточкой чуть-чуть подополняем. Ну, сверху можно сверху добавить. Угу. Угу. На тебе маленькую кисточку и ею тоже подыгрывай. то есть, если где надо, будешь брать и уже и кистью. Угу. 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 Заодно. Штриха. Штриха. Именно штриха, а не... мазка мастихинового. Вот прямо создать здесь рукотворный характер. Рукотворимый характер. Рукотворимый характер. Да? Вот что-то такое. Рыжисти что-то не додала, а там такая вкусненькая рыжисть, которая поддерживает, делает картинку цветной. Ну, темнее. Так, докидаешь эту рыжисть. Нашим товарищам чуть-чуть, да? Рыжиночки не хватает, чуть-чуть не хватает. Ну, смотри. Правда? Сразу как все это повеселело. Вот эти линейки тоже нуждаются чуть-чуть. Угу. Они у меня все белилыми закрасились. Это не потому, что эти животные обязательно вот такие рыжие. Это, ну, как бы художественный прием. Преувеличение. Гротеск. Да. Вот, поэтому чуть-чуть накидала, накидала. Глазики, чтобы они максимально были глянцевыми, можно сначала положить глянцевый вот такой мазок. Потом вставить глянцевый вот такой мазок, чтобы именно глянец прозвучал. О, смотри. Глянец прозвучал. А уже потом с одного, не с десяти, а с одного. Мазочечка. Ну, то есть вот эта вот стеклянность раздавленной краски, она прозвучит. То же самое. Стеклянность раздавленной краски. Ну, а здесь шершавенько, как мы обычно укладываем до уточнить. Глаза просто не разные. Ну, пока было все хорошо. Я не знаю, все вообще хорошо. Ну, вот стеклянный характер глаза, плюс блик, обычно делают его очень глазным, мокрым. Чтобы с бликами не спорили соседи. Да? Можно. Там белизна есть, но она не такая, которая спорит с бликом в глазу. Поэтому лучше здесь присмирить этот белый. Ладно? А другой глаз в какую сторону укладывать? Сначала просто раздавить. А потом там блечок. И у тебя вот здесь легкое нарушение. Все-таки бровочка вот так придавливает глаз. Смотри. Да? Есть такое. А заодно белизна устремилась вот сюда. И вот так наверх пошла. Ну, хорошо, хорошо все. Значит, оранжевотики, чуть-чуть глазки, чуть-чуть вот этой кистью натоптанность. Мазочечков этих. Пятнышечков. А можно сделать вот так? Вот так вот. Тоже можешь, если что, сначала, он же тоже мокрый, немножко глянцевый от этого. Тоже можешь сначала положить чернявое пятно, а потом разбить его уже шершавым пятном. То есть, то у нас прямо глухая чернота, а вокруг не глухая. То есть, вот такой черноты смоляной можно добиваться вот раздавленным мазком. Ну, да. Века, ты его как бы не добрала. Чуть-чуть веко вот здесь смотрит. Есть там чуть-чуть, да? Такой колесноватенький. И даже есть реснички. Наврухала. Чуть-чуть. Ну, не чуть-чуть. Есть такое, да? Да. Они у него как телескопы. Чуть-чуть линейного рисунка. Эх, немножко нос далековато от глаз. Может переместить. Ну, они, на самом деле, моксы все разные. А, ну, хорошо. Я не против, потому что я вижу, что так, в принципе, оно все хорошо. Ага. Да. Несколько чернее. Да, у меня было совсем черное, но потом решила замазать то, что прям как неестественно смотрелось. Даже резание мастихином делала. Молодец. Ой, сколько всего умненького, полезненького. Очень хорошая работа. А предыдущую работку какую ты писала? Или ты при меня еще не писала? Писала птицу. Которые были ужасные. Ты же с птицами еле справлялась. А тут такой рисовальщик. Да. Во дает. Как подменил. Ну да. Не хватает все-таки начерканности. Вот чуть-чуть еще. Вот начерканности. Прямо чтобы отпечатки пальцев не оставали? А не где-то. Это разве отпечатки? Это чирки пальцев. Потому что вот хорошее там кашистое звучание. Иначе это пустое пространство. А так оно не пустое, а набранное рисовальщиком. То есть так оно перестает быть только пустотой. Слушай, как ты могла так быстро измениться? Какое-нибудь, знаешь, что-нибудь организующее. Может быть и здесь тоже добавить чего-нибудь организующего. Например. Ты же прям боялась рисовать. Боялась. А тут прямо бесстрашно. Взяла точный рисунок, накидала. Как такое бывает? Не знаю. Или не знаю. Чуть покрупнее. Да. Да. А вот у меня сморли. Приживаю. У меня два блика на носу. Уже сморли? Побольше. Вот там уже складно. Угу. Вот как-то я кисту сделал. Ну вот пытайся немножко методом тыка, немножко методом уточнения. Да. Угу. 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 нахлобучку бровей может быть все-таки усилить сделать вот в эту сторону то есть передвинуть это уже это поразительно ты меня я напомню лицо а что писал не по этому я ж ты же помнишь прошлый раз тебя сколько ругал даже почти конфликт на ругались ну не хотела рисовать говорит у меня не получается мне не получается мне добыть сны было сложный разместить на холсте этих птиц вот это заслони заслоненность этой черепной частью той части молодец давай там еще ты прямо добавил такой тоже где-то чуть-чуть черноты где-то чуть-чуть черноты где-то красноты с чернотой какой-то вот такой чтобы они не были вялые по рисунку чтобы вот напряженность то которую он использовал здесь чтобы она чуть-чуть была поддержана где-то еще небольшими такими вот ударчиками очень красиво вот даже не можно туда не смотреть красиво немножко перемельчило поэтому дополни оно как бы смотри вот это вот состояние прикосновения к холсту мельче чем размер всех остальных укладок и получается инородно звучит то есть если мы выбрали некую толщину линии как если у нас карандаш определенной толщины то есть мы в принципе все должны чуть устремить к этой толщине поэтому если даже его надо мелочь есть то есть не сдруживается сдруживается толщина привычная согласно смотри вот здесь потеря активности края это красиво то есть у него там есть это тоже художественно художественно когда она то напряжено то с мазаны то напряжена напряжена смазать вот это художественные художественное звучание линии так же здесь чуть напряжен на чуть Чуть напряженно, смазано чуть напряженно, появляется художественное звучание линии. Сейчас, я пачку. Поняла юморочек, да? Что, во-первых, не должно быть слишком инородного по толщине укладки, а во-вторых, касание должно быть... Вот хорошо, что здесь припачкан фон. Красиво. Красиво. Вот, может быть, иногда даже можно демонстративно делать поиск рисунка, как будто бы происходил, прям как будто происходил поиск рисунка, и линия чуть-чуть осталась. То есть художники очень часто этот трюк используют. Слишком длинный. То есть покороче, покороче. Наштрихование. То есть мы привыкли, что живопись – это наштрихованность. в том числе и в живописи, не только в рисунке этот штрих. Чуть-чуть темнее для того, чтобы... чтобы этот угол тоже участвовал своей темнотой во всей картине. Я думаю, что этот сложный, а этот простой. Вот так. Просто? Нет. Вот так. На вылет. Ну, а так молотом. Немножко мастихийным, да? Да я даже не знаю, нужно ли хорошо и так. Очень красиво. Очень красивая линия. Такая правдоподобная. Классно, что продырявлено. Классно. Здесь продырявлено, здесь смазано, здесь смазано. Это красиво. Здесь смазано. Это красиво. А вот с этим что мне сделать? С этим изначально? Просто? Ну, тоже чуть-чуть штриха. Ну, честно, здесь мне как-то... Ну, поправьте, поправьте. Вообще-то очень хорошо. Вот здесь только размута. Ну и хорошо. А вот эти вот мазки? Красивые, красивые. Справилась. Вообще, сегодня просто молодец. Как подменили тебя? Хорошо, что подменили. А ты поняла, помнишь, мы начали именно с краски? Мы кинули белило, в которое вмазывали, да? То есть, если бы мы сразу по сухому холсту, все эти чудеса бы уже были не такими. Молодец.